Мы сегодня собрались, наверное, по двум вопросам. Первое, мне хотелось бы несколько слов сказать о новой вышедшей книге, или даже трехтомники «Семь и Христовы», о котором многие знают, потому что в 2012 году вышел первый том, и очень многие интересовались, когда же будет дополнение, когда будет окончание. Ну вот, слава Богу, три книги вышли. Хотелось поблагодарить, конечно, всех тех, кто участвовал в этой работе, и, кроме Наталии Викторовны Жестковой, о которой я сказал, еще прилагали усилия в самом начале монах Игнатий Волков, Ярослав Викторович, Менькова Инна Геннадина, сотрудник Свято-Тихоновского православного университета, ну и многие другие, кто помогали, кто в самом начале участвовали в сборе материала, кто, вот, Людмила Сурмазумер, она очень, последний, наверное, год дала очень много материалов, которые вошли, и фотографии, и сведения, которые вошли в эти последние два тома. Гузанов Евгений Леонидович, директор архива Ярославского, сотрудники архива ФСБ по Ярославской области, сотрудники архива, центрального архива Российской Федерации, сотрудники Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета и многие другие, кто участвовал в отзборе этой информации. Трехтовник представляет собой такой энциклопедический, так сказать, словарь, в котором собраны краткие сведения о репрессированных, причем случилось так, что напечатав первый том, мы поняли, что находятся новые имена, и в третий том мы включили дополнения, которые не вошли в первый том, и это дополнение оказалось достаточно таким массивным. Всего репрессированных и исследованных их жизней и представленных в этой книге 1685. Это епископы, это священнослужители, монашествующие и те миряне, которые имели отношение к храмам, либо это староста, либо певчи, либо просто члены церковных совета. Период, который охватывает книга, это начиная с 2018 года по 1953 год, потому что до 1953 года были репрессии. Если делать некий такой сравнительный анализ, то, конечно, и там в первом томе в предисловии описывается характер этих периодов гонений, это самый первый период, 17, 18, 19, 20 год, когда там, где суда и следствия свершались чаще всего расстрелы, затем, 21, 22 год, там много было репрессировано, 26, 27, и особенно по Ярославской области мы заметили, что в 30-м году больше всего было арестов. Если на тысячу репрессированных, примерно 380 было арестов в 30-м году. В 37-м году арестов было чуть меньше, опять же на тысячу примерно 240, но зато там аресты были либо в смертной оказе, либо ссылка в лагерь на 8 или 10 лет, и редко встречается, когда меньше сроки. Поэтому после 37-го, восьмого года, конечно, очень многие не вернулись уже. И потом еще такой всплеск репрессии, это 41-й год, хотя вот уже началась Великодищественная война, но тем не менее, власти считали, что нужно покончить с церковниками, с церковными людьми. Были и расстрелы, были аресты, ну и даже после войны тоже были аресты. Причем, после войны, 47-й, 48-й, 50-й, там давали 25 лет. Ну, к сожалению, слава Богу, в 54-м году уже практически все были отпущены. То есть, каждая личность, из названных мной, о некоторых известно очень мало совсем. И часто, например, в следственных делах мы встречаем там 3-4 странички. Это анкета, это краткий допрос, где священник или там бедмирянин подвиняется в контролюционной деятельности и ответы чаще всего, что на такой деятельности он не занимается. И после этого восстановление там тройки и документ о том, что, например, приговор приведен к исполнению. Но мы постарались найти все-таки сведения о деятельности до репрессии того или иного осужденного, арестованного. И где-то это удалось, где-то еще не сразу. Но, я уже сказал, мы постарались обо всех, о ком только было известно, что мы репрессированы, мы постарались это внести в книгу. Опять же, для того, чтобы для дальнейшей работы можно было найти сведения о жизни. Потому что, например, вот мы даже из прославленной, ведь часть из этих репрессивных, они канонизированы русской православной церковью. И таких у нас более 100 человек. Они тоже несены в эту книгу. Несены в эту книгу не только те, которые пострадали на Ярославской земле, несены в эту книгу и те, которые, например, родились в Ярославской земле или, например, учились кто-то в семинарии, кто-то в других учебных заведениях или какое-то время пребывали на территории нашего региона. Так вот, я вспоминаю об одном священном ученике, который пострадал у нас в городе Угличе. Он был в лагере. И когда он был прославлен в чине священном учеников, то мне прислали письмо из Курской области, где он проходил служение до репрессии. И достаточно, не то, что подробно, а очень многие свидетельства есть именно о его такой праведной жизни. То есть чаще всего и по тем документам, которые мы имеем, и по свидетельствам эти люди не только отдавали свою жизнь и готовы были идти на страдания и смерть, потому что очень много от них требовалось отказаться от сана. Или, например, признать себя виновным и прекратить, наверное, свою церковную деятельность. Поэтому их пример, их жизнь может быть для нас очень полезным. Субтитры создавал DimaTorzok